Ну и к теме, которая каждого из нас касается, я анонсировал ее в начале программы. Пока депутаты играют в политику, люди больше озабочены тем, что происходит не в парламенте, а тем, как пережить холодные месяцы. Моя коллега Алла Матюшок выяснила, что нынешняя зима будет едва ли не самой тяжелой за все годы независимости. Из еды лишь необходимое, развлечений минимум. Это дорого. Автомобилисты бросают тролли, пересаживаются на общественный транспорт, а то и вовсе пешком. Украинцы привыкают к жесткой экономии. Пенсионерка робко обходит прилавки в мясном павильоне. Выбор огромный, но не для ее кошелька. Женщина и пенсию получает, еще и подрабатывает, но все равно, чтобы свести концы с концами, не хватает. Денег только на 400 граммов мяса. Просто себя побаловать. Борщ с мясом для пенсионеров стал уже деликатесом. Старики экономят на всем. Даже крупы покупают по минимуму. На рынке, где когда-то шутили и торговались, теперь не до веселья. На вопросы, почему цены растут, у продавцов своя правда. О войне и политике на рынке стараются не говорить, а толку-то. Те, кто агитирует за кандидатов в депутаты, гонят в три шеи. Мы никому не потребны, никому вату обещать, а ничего не робить. Прошу народных депутатов заспокоитесь и сесть на свои рабочие места. Посетителей в ресторанах резко поубавилось, говорит владелец одного из таких заведений Андрей. Тех, кого принято называть средним классом, теперь сюда заглядывают редко. На 50% стало меньше гостей и средний чек уменьшился на 20-30%. Заказывают меньше. Чтобы сохранить клиентов, стараются цены не менять. Лучше получать минимальный доход, чем не работать вообще. Только в Киеве за последнее время закрылось около сотни ресторанов. Мы сохранить клиента, сохранить рабочие места. Ну, как обычно, доллар, аренда выросла, гостей стало меньше, и возникают сложности, и рестораны закрываются. Все, кто скупирует валюту по завышенному курсу, або на тюньевом рынке сегодня, скоро будут про это жалковать. Так надоедается политика, что уже и не хочется дивиться. Доллар уже не знает, как его подняти. С каждым днем все дорожче и дорожче. Все дорожче, а зарплата на месте, пенсия людей на месте. Людям, как хотите, так и выживайте. По старинке Виктор запрягает кобылу марту и в лес по дровам. В его сельском доме есть и вода, и газ. Но, чтобы зимой внуки не мерзли, лучше перестраховаться. Говорит, хорошо, что печку не разобрал. Газ могут и отключить. По-всякому может быть. А дрова есть дрова, палим потихоньку. Реемся. Вугилья нет, шахты не работают. За кордоном будут везти вугилья, или привезут, или нет, кто ее знает. Еще недавно в селах распродавали живность. Теперь, наоборот, покупают. Домашнее хозяйство поможет кризис пережить. Пояса немножко затягивать треба. А еще куда затягивать? Будем проколивать в мешках дырки дальше и затягивать эти ушки. Горьба с разником. У нас есть знания. Остальные болтуны. Законы, законы, хоть что-то законы. Одним словом, бардак. Вот и все. Ну, полный бардак. Инженер, дизайнер электроники. Сейчас он безработный. Раньше Николай рыбачил для удовольствия. Теперь, чтобы заработать. Ловит сайган. Рыбу, которая клюет только полтора месяца в году. Устроиться на специальности, на что-то, это бесполезно. В возрасте после 45 лучше даже не заикаться. Ходи, не ходи, в этот центр занятости и тому подобное. Бесполезно. Только покупают и продают. Но это не нормально. Надо что-то делать, а никому не нужно. Пойдет ли на выборы, еще подумает. Ему сложно понять современную логику. По телевизору все говорят, денег не хватает и хватать не будет. А посмотришь на улицы, все увешано дорогой предвыборной рекламой. Миллионы денег на рекламу, а дети тетради покупают за 5 рублей. Может быть, из тех 450, кто там сидит, в этом не заинтересованы. Я закрываю сегодняшнее сессийное заседание. В Карпатах то, что происходит в столице, давно не интересно. Гуцулы перестали смотреть телевизор. Одно расстройство. Селеричка давно вывели формулу выживания. Нужно рассчитывать только на себя. На государство не стоит. Эту семью, например, кормят овцы. Ну, с чего, как по-нашему, взяти гроши? Только с творительством. Вовца, как у гуцулев, берет хата. С овечей, мол, они выготовляют лежники, одежда, а также являются продуктами харчувания. Чтобы хватало на жизнь, работает вся семья. В поле, за станком и на кухне. С овецом мы имеем брензу, сыр. На весне стрижем овну. Мы выращиваем худобу тис. С этого пробуем выживать. Будет ли тепло? Будет ли за что купить еду? И закончится ли война? На эти вопросы никто из политиков с экранов телевизоров пока так и не ответил. Выборы в который раз. Шанс изменить страну. Но воспользуется ли страна таким шансом? Вот эта компания пенсионеров на выборы, конечно, надеется. Но по вечерам они собираются не политиков слушать, а петь. Говорят, песня дух поднимает, даже если кошелек пустой. Без веры и надежды эту зиму не пережить. Не знай, как даю мородино, война вся света Украина, святая колына. Ала Матешут, Геннадий Аникеенко, Марьяна Бурякова, Андрей Анастасов и Ольга Вахованская. Подробности недели. Телеканал Интер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...